Здравствуйте, новости с каббалистом Михаилом Лайтманом. Здравствуйте. Добрый день. Израильский министр здравоохранения Яков Лицман призвал жителей страны сократить потребление фастфуда. И даже попросил объявить бойкот с сети ресторанов быстрого питания Макдональдс. Нет совершенно никакой необходимости есть фастфуд, заявил Лицман, и призвал отучать детей употреблять нездоровую пищу, подчеркнув, что целью Минздрава в этом году будет попытка обуздать популярность фастфудов. Да, но дело в том, что американцы уже поняли, в чем дело. В чем? То, что надо же как-то от фастфуда отказываться. Это выгодно только тем, кто его производит. Человеку это выгодно, потому что он где-то по дороге покупает, он не знает, из чего сделан хот-дог, допустим, его это не интересует. Главное ему что-то забить в себя. И съедает эту сосиску, и съедает, и запивает кока-колы, и все ему хорошо. А то, что потом он должен тратить свою зарплату на лекарства и врачей, он не видит в этом связи. Конечно, я за то, чтобы весь фастфуд изъять, все сладости изъять. Они всего лишь являются порождением наших последних технологий. Потому что если бы ты кому-то заявил 100 лет назад, 150 лет назад, о том, что у тебя есть какие-то сладости, то люди бы не поняли, о чем ты говоришь. А вообще сладостей как таковых не было. Их нет в природе ведь сладостей. Есть фрукты, есть мед. Орехи. Да, вот это, пожалуйста. Это да. Но ничего другого. И сахар. Сахара в природе не существует. Почему же организм так ищет этого, жаждет этого? Потому что это легко организму. Он сразу же получает жиры, углеводы. Есть привыкание к этому быстро. Потому что организм ленится по-другому добывать. Это очень вредно. Конечно, ни в детских никаких учреждениях, ни в каждом углу в городах не должно быть такого. Я бы сказал, что вот наш фалафель. Пожалуйста. Только сделать его тоже немножко таким. Не на машинном масле, чтобы его там жарили. А в принципе, это вполне нормальная пища. То есть, как бойкот тут имеет место? Конечно, конечно. Из-за неимения других средств? Обязательно. Я за то, чтобы он сделал свою революцию.